МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22-й съезд коммунистической партии Советского Союза нацелил наш завод на скорейший выпуск новой модели грузового автомобиля. Этим автомобилем будет ЗИЛ-130. Опытные партии машин проходят испытания в самых различных дорожных и климатических условиях. ЗИЛ-130 отличается от своих предшественников, прежде всего, грузоподъемностью. Он может перевозить до 5,5 тонн груза. Машина легко управляется благодаря гидроусилителю руля. Грузовику придано современное очертание. Панорамное стекло обеспечивает хороший обзор водителю и двоим пассажиров. На ЗИЛ-130 установлен V-образный восьмицилиндровый двигатель 150 лошадиных сил. Он дает возможность развивать скорость до 85 км в час. Однодисковое сцепление просто и надежно. Синхронизаторы в коробке передач уменьшают износ шестерен. В кабине сделано много удобств для водителя. Такое сидение годится для шофера любого роста. В жару кабина хорошо вентилируется через потолочные люки. Зимой работает отопление. К созданию этой машины предшествовала большая исследовательская работа в многочисленных лабораториях завода. Каким только испытаниям не подвергаются опытные образцы мотора. Здесь снимают с них характеристики в любом режиме оборота. Средний моторист Михаил Иванович Головин и старший инженер Елизавета Георгиевна Паснина исследуют надежность двигателя. В 600 часов на различных режимах должен безотказно работать мотор, прежде чем исследователи скажут «годен». Здесь же проверяют опытные сорта масел, новые вкладыши, все, что сопутствует мотору в его трудовой жизни. Меняется число оборотов, меняется нагрузка. Искусственно воссоздаются любые условия, в которых придется работать двигателем. Как ведет себя металл, из которого создан мотор? Какие изменения произошли за 600 часов испытаний в его структуре? На эти и многие другие вопросы могут ответить металлографическая лаборатория. Инженер Людмила Алексеевна Кутузова на оптическом микроскопе получает изображение образца металла, шлифа, увеличенное до 1300 раз. Если же необходимо еще более сильное увеличение, исследование производится на электронном микроскопе. Для этого при помощи вакуума установки и вольтовой дуги молодой инженер Эмма Фанфилова получает со шлифа слепок, который в 2500 раз тоньше человеческого волка. Этот слепок, его называют репликой, помещают в электронный микроскоп. Пучок электронов, разогнанный напряжением в 50 тысяч вольт, рисует изображение структуры металла, увеличенное в десятки тысяч раз. В результате опытов создаются новые плавы, которым предстоят новые испытания. На 200-тонном пульсаторе в лабораториях экспериментального цеха готовится проверка шатуна на усталость. Инженер Юрий Александрович Зосимов задает условия, в которых будет изучаться шатун. Условия жесткие. Нагрузка на шатун гораздо больше, чем это будет в моторе грузовика, но на то и испытание. В лабораториях завода применяются самые различные испытательные приборы и стенд. Многие из них созданы здесь же на ЗИЛе нашими конструкторами. Вот универсальный стенд для испытания рулевых механизмов. Сейчас на нем проверяется на износ рулевая система грузовика ЗИЛ-130. Этот механический водитель должен проработать не менее 600 часов, около миллиона поворотов. Для имитации тряски, вывы и нухава установлены специальные вибраторы. Датчики, подключенные к различным узлам, дают полную картину испытаний. На стенде работают инженеры Владимир Романов и Александр Щетинин. Оба они несколько лет назад пришли на ЗИЛ с лесарями, а сейчас заканчивают автомеханический институт. Немалая доля их труда вложена в создание этого стенда. Итак, строжайшему испытанию подвергаются все узлы нового автомобиля. Но хотя каждый агрегат в отдельности проверен, и оказался абсолютно надежен, неизвестно, как эти узлы поведут себя в сборе. Для проверки правильности конструктивных решений, надежности деталей, их долговечности, в лаборатории испытаний кузовных конструкций имеется стенд проверки на усталость всей машины. Инженер Анатолий Сокарев методом катодного остеолографирования может получить данные о поведении любого узла, интересующего испытателя. Стенд сокращенно называется автотриар. Выразительное название. Площадка стенда может менять наклон от 20 до 160 раз в минуту. Многообразие возникающих нагрузок, надежный экзамен на выносливость новой машины. После всесторонних испытаний новый автомобиль получил путевку в жизнь. Завод быстрыми темпами приступил к переоборудованию и смене станочного парка для выпуска нового грузовика. Уже выпускается новая коробка скоростей, полностью реконструируется цех мотор. Автоматика и поток – таков завтрашний день цеха. Здесь разместится около 1000 единиц производственного оборудования. Половина этих станков ведется на долю автоматических линий. Одни из линий в стадии монтажа и наладки, другие уже выпускают продукцию. На этой автоматической линии изготавливается картер сцепления для нового грузовика. В линии 32 станка, которые производят полную обработку заготовки. Обслуживают линию один наладчик и один оператор. Сегодня работает Николай Кудинов. Мы сняли его в знаменательный день. Первый день, когда он снова вернулся на завод после службы Советской Армии. Только раньше Николай работал на одном станке, а теперь управляет целым автоматическим хозяйством. Линия работает на программу. Каждые 45 секунд с ее рольганга сходит готовый картер. Но ведь ЗИЛ-130 еще не выпускается. Куда же идут детали? На склад? Нет. На сборку. Завод, готовясь к выпуску грузовика ЗИЛ-130, внедрил целый ряд узлов и деталей будущей машины в переходную модель грузового автомобиля ЗИЛ-164А. Благодаря переходной модели автомобилестроителей ЗИЛа получили возможность без остановки производства перевести оборудование многих цехов на выпуск новой продукции. Пока еще на конвейере ЗИЛ-164А, но уже не далеко то время, когда страна получит новый трудовой подарок автозаводам. ЗВУЧИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА